Дистанционное испытание, контрольное тестирование и региональный этап пришлось пройти ульяновским лидерам, чтобы побороться за звание лидера России. Руководители различных структур, коммерческих и государственных, готовятся к окружному уровню конкурса, выполнив проверку на логику, знание русского языка и правильность изложения мыслей. Блестяще справились с заданием семь руководителей. Главный принцип в работе у нас планирование, потому что если не будешь планировать, то вся неделя пойдет кувырком. Я по своему опыту знаю. Раньше на предыдущих местах работы так не приходилось этого делать, а когда стали управлять большим коллективом, планировать приходится каждую неделю и даже каждый день. Планирование наше основное, основная составляющая успеха. Это прежде всего возможность показать способности талантливых людей, управленцев, которые готовы реализовывать свои проекты не только в регионе, но и за пределами его. Для них это прежде всего коммуникации, потому что они показывают себя не в стандартных условиях. Им приходится общаться и пытаться, скажем так, отстоять свою точку зрения среди лидеров равных и даже, возможно, сильнее. Кадровый потенциал способный помочь решить непростые задачи, стоящие перед государством. Это о них. Поэтому каждой региональной команде перед окружным этапом по кейсу. Ульяновской сборной выпало испытание не из легких сложности в транспортной системе. Основа нашей идеи в том, чтобы этот центр управления транспортом, он решил проблему нехватки транспорта на маршрутах. Это раз загруженности маршрутов в часы, соответственно, больше загруженности. И введение единой транспортной карты оплаты на транспорте. Оценку жюри конкурса даст в конце октября. Дальше конкурсантов ждет суперфинал и один миллион рублей на воплощение всех идей и задумок, связанных с решением реальных сложностей в их работе. Путь к финишной прямой поможет набраться опыта всем, что уже считается ценным призом. Маргарита Матюшинская, Максим Архипов, репортер 73.